В Актау до сих пор не нашли виновных в смерти шестилетнего ребенка, который отравился химикатами для травли клопов. Трагедия произошла в многоквартирном доме. Соседи вызвали дезинфекторов и сами после обработки помещения уехали. Но, видимо, ночью по вентиляции я добрался до квартиры этажом выше. Там отравой надышались дети. Двоих госпитализировали. Один ребенок скончался прямо во сне. Полиция завела уголовное дело, но никто пока не задержан. Не смогли эксперты установить, какой именно яд использовали жильцы для травли насекомых. А ведь это уже третий случай в Актау, когда вместо клопов гибнут люди. Чиновники обещают запретить жителям истреблять вредителей самостоятельно. И предлагают ввести за это даже уголовную ответственность. Станислава Куцай изучила состав смертельного яда и выяснила, почему дезинфекторов никто не контролирует. Почти неделю в Актау оплакивают шестилетнего ребенка, ставшего жертвой травли клопов. Ядохимикатом он надышался во сне. Вместе с младшим братом и сестрой ребенка госпитализировали. Но, как выяснилось позже, не в то отделение и не с тем диагнозом. Ведь не зная о дезинфекции у соседей, родители подумали, что отравление пищевое. Из-за этого было упущено драгоценное время. Клопов травили сразу в двух квартирах, расположенных под той, в которой отравились дети. В одном из помещений насекомых пытался вывезти частный предприниматель. И препарат он использовал разрешенный. А вот чем травили клопов в другой квартире, пока не знает никто. И узнает ли когда-нибудь, теперь вопрос открытый. Использовались агран, сертифицированный, который разрешен в Республике Казахстан. Это не токсичные. Директор клининговой компании Александр Фокин говорит, Актау переживает настоящее нашествие клопов. Ситуация настолько страшная, что в городе по пальцам можно пересчитать дома, где не страдают от насекомых. Надо признать первое, что надо нам признать. В Актау идет, но я не буду говорить, я не госслужащий или неофициальное лицо, но практически эпидемия. Я могу сказать за свою организацию. Нету такого дома практически в городе Актау, где мы не делали обработку. Но часто травить клопов предпочитают самостоятельно. Причем средствами вообще не предназначенными для дезинфекции. Так в Актау в последнее время появилась мода на серные шашки. Этот препарат завезен из России и сертифицирован. Вот только соседи с его помощью избавляются от грызунов на складах. В инструкции прописано, что применять химикат в жилых помещениях категорически запрещено и опасно для жизни. Но на рынках Актау он стоит всего 300 тенге, когда цены на специальные концентраты начинаются с 10 тысяч. И люди делают выбор в пользу кошелька, а не жизни. А дальше происходят следующие. Они подожгли шашку, шашка наполняет комнату. Она, одна шашка, вот эта, наполняет 30 кубических метров помещения. То есть одна шашка может заполнить два таких помещения, где мы сейчас стоим. Она заполняет это все дымом. И получается, люди не предусмотрели момент, что она может просачиваться. И вот этот дым, вот здесь ребенок спал. Все, дым начал просачиваться, заполнил, он невидимый. Все, ребенок надышался, они не поймут, что происходит. При этом предупреждать соседей о травле клопов не обязательно. Во всяком случае, это нигде не прописано. Поэтому ответственность остается лишь на совести дезинсектора самоучки. За два года травле насекомых в Мангстау убило пять человек. И четверо – это дети. Установить и наказать виновных в трагедиях непросто. Следствие по делу о смерти двухлетней девочки и 29-летней женщины, которые погибли в ноябре прошлого года, длится до сих пор. Мы сами рассматриваем сейчас, как это все бы в рамках закона, как это упорядочить, вот эту лазейку, и, соответственно, закрыть. Мы сейчас в отношении именно исполнительного органа ведем профилактическую работу именно с донесением до жителей, что на сегодняшний день так делать нельзя. Нельзя, к сожалению, и проверить, что за яд продается на рынках города и применяется для выведения насекомых. Ведь компаниям даже не нужна лицензия. Достаточно лишь уведомить санэпидемиологов о начале работы, и можно травить. А чем и кого – по сути их личное дело. Купить химпрепараты тоже легко. Продавцы даже дадут урок начинающего дезинсектора. Фактически возьмите еще маски, что-то такое. Перчатки. Маски, перчатки усять, да? Да, маски прикупите. Четов на 6 хотя бы закрывайте, а потом можете прорезивать и уже мыть. Но обращаться к дезинсекторам не менее опасно. По статистике, всего 5% компаний в Актау имеют офисы, сертификаты на продукцию и работают, что называется, прозрачно. Специалисты предлагают создать базу надежных предприятий и опубликовать ее в открытых источниках. Но все пока на уровне предложений. Станислава Куцай, Бебет Арганбаев, КТК, Большие новости. Субтитры создавал DimaTorzok